Александр Александрович, поздравляем вас с выходом книги. Спасибо. Замечательно. Скажите, пожалуйста, дождемся ли мы и в этом году вашей выставки в Музее декоративного искусства и на какую тему? Мы открываемся 13 июля. Это будет новая, прекрасная, прекрасная выставка на уникальную тему. Она будет называться «Прирученная природа». Эта выставка будет посвящена связи моды и природы. Это будет мода от XVIII века до XXI века. Это будет тема леса, моря, цветов, фруктов, овощей, рыб, птиц, животных. Всего того, что нас окружает и что вдохновило создателей моды на новые творения. Натуральный мех тоже будет? Натуральный мех будет в изобилии. Александр Александрович, вопрос, который волнует всех женщин. Что же носить в наступившем году? Главные тренды, на ваш взгляд? Главный тренд – асимметрия. Сейчас очень много нетривиальных, абстрактных решений. Главный тренд – это абстрактный рисунок. Квадраты, горохи, полосы, клетки. Это обилие глубоких тонов. Темно-синий, как ваша водолазка. Абстрактный рисунок, как ваша юбка. Бордо – самый главный оттенок. Все оттенки огня. Оттенки красного и бордового. Оттенки очень темно-зеленого, изумрудного, я бы сказал. Обилие белого в сочетании с черным. Все вещи не приталенные и не по фигуре. Объемнее, чем фигура человека. Очень мощные каблуки. В основном квадратные и тяжелые, напоминающие 60-е годы. Я бы сказал, что в моде, конечно, и стиль милитари, потому что не только кризис, но и военная обстановка влияет на моду сегодня. На моду влияет и политика. Как вы думаете, продолжится вторжение мусульманского мира в моду? Еще больше. Я об этом говорю уже последние 10 лет. И поначалу мне люди не верили. Я сказал, что будущее европейской моды – это восток. И я думаю, что уже сейчас, если мы посмотрим на творения, например, таких дизайнеров, как Дольче и Габбана, в Италии они делают уже паранжу нового фасона. Они делают платье для купания, так называемые буркини, потому что купаться в бикини мусульманки не имеют права. Как вы думаете, что это могут перенять европейские женщины из мусульманской моды? Или это будут два разных мира параллельных все-таки? Я думаю, что это будет два разных мира, но я думаю, что мод будет значительно скромнее сейчас, чем она была раньше. Вы слышали наверняка о недавних волнениях в Германии, о том, как пострадали многие женщины. И не только из-за того, что у них был декольте и мини-юбка, но из-за того, что беженцы, чаще всего мужчины, обладают повышенным тестостероном и либидо. Они живут здесь без женщин. И представьте, свои порою натуральные, мужские, а порой звериные чувства, они будут выражать не только в новогоднюю ночь, но всегда, особенно много, это будет летом, когда будет жарко, и когда солнце припечет им голову, и когда женщины разденутся и снимут колготки. Вот тогда ждите беды. Мое мнение таково. Ведь в Европе носят очень много шортов, очень много мини, очень много открытых маек. Для мусульман, выросших среди женщин в паранже и в бурках, это открытие мира. И познание мира иногда жестким, иногда коварным, иногда сексуальным путем будет продолжаться для них много лет. Как вы относитесь к такому явлению, как норм-кор, стиль, в котором одевается, допустим, Марк Цукерберг, и который достаточно популярен стал в последнее время? Кор популярен во всем мире. Это стиль, близкий к стилю гранж и близкий к стилю беженец, ведь бегут в спортивных костюмах. И норм-корм очень-очень близок к современной молодежи. Им кажется, что одеваться ради одежды старомодно. Им хочется показать, насколько они не модны и насколько современные одновременно. Думаю, что это одна из важных век современной моды. Как вы думаете, это уйдет? Все в моде. Мода – дикая ветреница. И все, что она предлагает, уходит всегда. А вот через какое время это уйдет, это Бог столько знает. Спасибо большое. Всегда рада вас видеть. Амось. Типа. Игорь Негода.